Режим прямой диалог. На повестке вопросы производства, транспорта и многое другое. На заводе двигателей состоялась очередная отчетная встреча директора и руководителей подразделения с коллективом. И для начальства, и для простых рабочих это самый короткий путь к решению накопившихся проблем. О чем говорили и что беспокоит камазовцев, расскажем далее. Камазовских двигателей и коробок передач произвели больше, чем за аналогичный период 2015-го. Чистая прибыль подразделения с начала года составила чуть более 300 миллионов. К концу 2016-го руководством автогиганта заводу поставлена задача заработать миллиард. Спрос на челнинские моторы подрос, доложили на собрание. Однако необходимо продолжать мероприятие по оптимизации затрат. Чтобы каждый работник на своем месте к этому отмечался очень серьезно и занимался в этом направлении. Вернее силы перекладывал в это направление более и более большие. Есть у нас еще резервы. Если сейчас в корпус посмотреть, то у нас там иллюминация сплошная. На встрече с коллективом говорят не только об успехах. Это возможность донести поставленные перед заводом цели и средства их достижения сразу до рабочего. Поговорить о проблемах. Есть вопросы по нарушениям трудовой дисциплины, пропускного режима и общественному транспорту. Например, заводчане жаловались на то, что добираться до работы на автобусах неудобно. Два сорок вторых идут утром. Но они приходят уже заполнены из ГЭСа. Напрямую вот обираться сюда до завода не могут. На Московский надо выйти. С Московского опять там не сядешь. Нет, ничего не ехать, сюда не заезжай. Для того, чтобы решить проблему доставки работников на завод двигателей, пригласили заместителя директора электротранспорта по эксплуатации Рамина Лутфулина. Те частные перевозчики, которые в настоящее время работают малыми автобусами, они, безусловно, должны работать в межпиковое время, когда пассажиры поток маленький. И то есть в направлении завода необходимо какие-то городские маршруты водить, особенно в действительно часы пик. Совместно с руководством КАМАЗа в электротранспорте будут думать, как облегчить путь до завода двигателей работникам подразделения, пообещали на собрании. Ну а завершили мероприятие на торжественной ноте. Наградили сотрудников, которые отличились в спортивных состязаниях, общественной работе и производственной системе КАМАЗа. Лидеров ПСК отметили в разных номинациях. Лучшее кайдзен предложение, рабочее место, лидер по качеству. В общем, сцена еле вместила всех призеров и победителей конкурса. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа.